Я сейчас умуюсь, и потом я уже предстану пред вами в обычном своем виде. Не такая буду красивая. Ну, поможешь мне тогда порезать, я буду кушать, а ты будешь смотреть на меня. Да? Нет. Ладно. Бабуля уже скоро домой пойдет. А я вас все никак не сняла. Есть ли у вас сбережения? Я так напряглась, думаю, интересно, кто-то моими сбережениями там интересуется. Вот такое видео, которое, я не знаю, его можно назвать, все не по плану. Все, планы все мои рухнули. Все не по плану. Всем доброе утро, девочки мои. На градуснике плюс 9, а днем будет до плюс 12. Это хорошо. Прошел дождик только что. Ночью был дождь. И очень пасмурно как-то. Это не очень хорошо. Но ветер вроде слабый. Это радует меня. Вот. 15 минут 9. На улице как только-только вроде расцветает. Еще раз доброе утречко всем. Я уже давно проснулась. Время только... Начало 9. Я проснулась в 5 часов. И уже успела снять для вас видео, посылочка с примерочкой. В общем, если кто не видел, заходите, посмотрите. Ну, посылочка выйдет, наверное, раньше, чем этот влог. Ну, да, раньше. Потому что он уже готов. А этот пока буду снимать. Сегодня у нас суббота. Сегодня у меня будет Настя целый день. Ну, кроме тренировки. Отвожу на тренировку и забираю с тренировки. А чем мы сегодня с Настюхой будем заниматься, это вы узнаете позже. Пока что у меня какие-то есть некоторые варианты, чем занять ребенка. И мне понравилась идея, когда она учится резать ножичкам какие-то там овощи. Ну, может быть, сегодня что-нибудь с ней приготовим вместе. Вот. А сейчас пока у меня видео обрабатывается. Пока я сейчас пью кофе. Сейчас позавтракаю. Кашка у меня есть манная. И скоро уже мне приведут Настю. И мы пойдем с ней попозже на тренировочку. Я подумываю приготовить салат. Хочу винегрет. Хотя, не знаю, будет внучка его есть или нет. А может быть, она его приготовить поможет мне. И, может быть, захочет поесть. Но, в любом случае, немножечко я приготовлю. Чтобы его много не было. И чтобы долго его не есть. Хочется салатика уже давно. Сейчас поставлю я варить овощи. У меня пока время есть. И сейчас вот пока еще красивая немножко поднакрашенная. Но я сейчас умоюсь. Потому что даже хоть я и реснички так не красила. Практически не красила. И все равно у меня даже просто от теней. Даже просто от тоналки. Все равно начнут болеть глаза. А мне это ни к чему сегодня. Поэтому я сейчас умоюсь. И потом я уже предстану пред вами в обычном своем виде. Не такая буду красивая. И чтобы глаза у меня не болели. Потому что я хочу сегодня, пока Настя будет на тренировке. У нее долго будет тренировка. И я, может быть, за это время еще успею смонтировать видео. Но если не успею, я его смонтирую позже. Ладно, девочки. Не буду сейчас с утра много сильно забалтывать. Лучше, знаете как, больше дела, меньше слов. Все, девочки. Я сварила нам с Настей компот. Кобеду как раз остынет. Сварила яйца. Бумко что делать. И сварила уже свеклу, картошку на винегрете. Так, Настюнка, она у меня уже тут занимается. Ой, что-то ты тут строишь, да? Что ты тут строишь? Я строю тут пикники. То есть тут типа водичка. Тут будет просто песочек. Тут водичка. А тут, знаете, как? Вот это гора, а вот это все... Ландшафт. Не, не ландшафт, а... Как их называют? На пикники, когда... Типа палатки. А, палатки. Вот это только одна гора. Ясно, понятно. Ну, давай, сейчас еще чуть-чуть, минут 10, и будем собираться на тренировку. Так. А вот мы и вышли. Идем с Настеной. Куда, Настя, идем? На тренировку. На тренировку. Все. Насте сегодня тренировка 3,5 часа. Настю сейчас оставлю. И пойду домой. Начну монтировать видео пока. Вот, а потом Настю заберу. Да, Настя? Да. И что-нибудь будем делать. Будем что-нибудь резать. Салатик будем, винегрет делать, Настя. Ну, идем. Винегрет любишь? Какой винегрет? Салат винегрет. Не. Не любишь. Что это такое, я не знаю. Ну, понятно. Ну, значит, мы с тобой сегодня будем резать салат винегрет. Ты готова? Да. Если я знаю, но название не знаю, а знаю, как он выглядит. Ну, ты, конечно же... Я его уже пробовала. Мне он не нравится. Ну, ты уже, конечно, знаешь, как он выглядит. С этим, с бурачком, с слепозным. А-а-а. Нет, я такое точно не люблю. Ну, поможешь мне тогда порезать, я буду кушать, а ты будешь смотреть на меня. Да? Нет. Ладно. Там еще кое-что будем тоже готовить. Ну, там легкое, то, что ты любишь. А что? А вот потом я тебе скажу. Не буду я тебе заранее говорить. Это сладкое? И девочка. Нет, не сладкое. Но из еды то, что ты любишь. Так, ну все, девочки. Пасмурно на улице. Небо серое-серое. И, кстати, скоро пойдет дождь. Ну, пока дождя нет, я зонтик не взяла. А вот уже забирать, Настя, пойду с зонтиком. Но тепло, тепло, и уже 11 градусов. Но из-за дождя я решила одеться по-человечески нормально. Все, поехали. Все, девочки, я Настю ставила на тренировки, забежала в магазин магнит. И вот в магните, что я взяла. Это йогурт. Это вот Настюля пускай пьет. Тут персик. Здесь только персик. Ну, хорошо. Все равно вкусный, зато свежий. Взяла парочку вот этого молока. Если Настя захочет, молочка попьет. Груша, осветленный сок. Хоть я компоты сварила, но на всякий случай взяла сок. Если не сегодня, в другой раз она его попьет. Люблю, когда соки у меня всегда в наличии есть. Взяла красную фасоль, зеленый горошек. Предпочитаю бандюэль. Можно бандюэль брать с закрытыми глазами. Всегда вкусный. Это в винегрет пойдет. Вот взяла желе. Вишневое, любимое. Ну, для себя взяла. Настя дам попробовать. Захочет, пускай кушает. Взяла также хлеб. Батон с отрубями. Взяла разных пирожков. Настя. Соль адыгейская. У меня ее нет. Надо, чтобы она была всегда в наличии. Бывает, она прям очень нужна. Вот. Взяла такой пирожок. Пирожок такой. Взяла вот это вот я попробовать. Булочка. Французская. С ванильным кремом. Маленькая такая. Ну, мне просто любопытно попробовать. Ну, и булочку с маком. Это я себе взяла. Настя с маком, по-моему, не любит. Так. Ну, и что еще? У меня черные вещи появились. А там на них все видно. Поэтому такую штуку купила новенькую. Буду счищать. Вот. И еще в магните мне попались вот такие вот звездочки. Не звездочки, а снежинки. По 59 рублей, по-моему, упаковка. Ну, я взяла две белые и две вот такие серебристые. В общем, там в упаковке по три штуки. Ну, и на окна прилепим мы вместе с Настей. И я думаю, ей будет это интересно. Пора уже потихоньку готовиться уже к Новому году. Ну, а сейчас, пока у меня есть время, сейчас я сяду монтировать буду видео. Ну, что, мои хорошие девочки, планы у меня неожиданно поменялись. Я сижу монтирую видео. И уже у меня остается чуть-чуть времени уже скоро одеваться. И мне как раз позвонила Наташа. И освободили с работы пораньше. Поэтому она, Настя, заберет тренировки сама уже. Поэтому Настя у меня сегодня не будет. Я решила винегрет пока сегодня не делать. Отложить его, ну, может быть, на завтра. Потому что сегодня у меня еще есть что покушать. Я сейчас поставила разогревать. У меня еще соус немножко остался. Как раз нужно доесть. Я его Насте, в общем-то, не собиралась предлагать. Потому что она его не любит. И, в общем, что мы собирались? Наклеечки на окно, которые снежинки наклеить. Мы их наклеим в другой раз. Я не спешу пока еще. Почему-то, не знаю, мне не хватает снега, наверное, для того, чтобы захотеть наряжать елку и как-то наряжаться, ну, комнату преобразить к Новому году. Поэтому я решила пока не торопиться. Времени еще полно. Ну, до Нового года. Но пока что у нас дождь. Сейчас, кстати, дождь пошел прямо. Хорошо так идет дождик. Поэтому пока не наряжаю. Нет у меня пока еще предновогоднего такого настроения. Еще, знаете, раньше, когда в торговый центр приходишь, а там уже все нарядно, все елочки стоят, шарики кругом висят. И тогда уже хочется прийти домой и тоже нарядить. Ну, а тут уже и погода, как говорится, не шепчет, да. И в торговый центр я сейчас никуда пока не езжу. Вот. Так что я сейчас только что закончила монтаж видео. Полностью уже закончила все. Пока видео выводится, я решила выдохнуть, расслабиться. И только сейчас я почувствовала, что я уже сегодня устала. Потому что проснулась я сегодня полпятого. И давай сразу снимать посылочку. И только я сняла посылочку, только обработалась видео. Тут Настя пришла на тренировку. Я ее отвела. Прибежала. Быстрее давай монтировать. И, в общем, только сейчас закончила монтировать. Еще дочка мне звала сегодня в гости. Но мы с ней договорились на завтра, на утро. Поэтому сейчас уже обратно передоговариваться не будем. Потому что мне для того, чтобы поехать в гости, я еще голову покрасить, собиралась привести себя в порядок. Но мне уже на это, на все, уже никаких силов нема. Вот. Так что я сейчас пообедаю. И немножко нужно мне отдохнуть. А когда отдохну, тогда мне будет уже видно и ясно, что я буду делать дальше. Слушаю, всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Наконец-то. Выспалась. Встала немножко пораньше, потому что мне сегодня утром нужно ехать в гости. И я в гости собралась к дочке. Вот. И сейчас я думаю, что мне надо голову покрасить. Кстати говоря, кто спрашивал, как часто я крашу голову. Ровно 4 недели назад я красила. Последний раз. Вот. И вот сейчас я уже просто вижу, что корни у меня отросли. И я сейчас хочу покрасить волосы. Голова не мытая. Не обращайте внимания. Вот. Я пью еще кофе пока что. А крашу я краской, если кому любопытно, кто еще не в курсе. Это краска Ботаника. 10.0. От Фаберлик. Я ее крашу. Она меня устраивает. И ампульный концентрат я всегда добавляю в красочку. Вот такая вот ампулка. Концентраты добавляю разные. Я их покупаю разные. Но вот этот раз у меня для глубокого восстановления волос с маслом ампулы. Для возрастных волос еще какие-то бывают. Разные, в общем. Ну и вот сейчас я кофе пью. Сейчас уже попью. И начну красить. Ну, по крайней мере, намажу. У меня есть время еще. Хочу привести себя в порядок. Красивая такая поехать. Вот. Пока что раскачиваюсь. Вчера отдыхала. У меня вчера уже на вечер не было никаких сил. И потом я вчера с утра прям пораньше сняла видео. Потом я его еще, пока Настю на тренировку отвела, я его еще успела смонтировать. В общем, да. За компьютером просидела. Я уже заметила, стала замечать. Когда я долго просижу за компьютером, ну, сидя на одном месте, у меня потом спина начинает болеть. И у меня вчера на квечер что-то разболелось. Я решила поваляться и посмотреть субботние передачи по телевизору. Вот. И с этим я и уснула часов десять. Сегодня пораньше проснулась. Все. Ну, сейчас начнем краситься. А на улице идет дождь. Так себе погодка. Не очень. Во всю дождик полоскает. Я окно даже открывать не хочу. Да. Под дождь придется мне выходить, наверное. Небо вообще. Серая нагуха. Все, девочки. Я вышла. Иду. Сейчас пойду. Хочу купить фрукты сначала. Внуку. Нельзя с пустыми руками в гости ходить. В общем, я поднакрасилась. Уложила волосы. И вот натянула шапку, кстати, как многие из вас просили. Натяните на лоб. Натянула. Но мне так не нравится. Ну, я просто, чтобы у меня волосы под дождем не подраскрутились. Поэтому сейчас так одела. Вроде дождь не идет, но что-то моросит. Наверное, зонтик нужно раскрывать. На лужах капли не видно. Так, ладно. Сейчас мне надо купить сначала фрукты. И потом я вызову такси. Поеду на тачке. Вот так. Все, увидимся там. Девочки, к сожалению, лавочку свернули. Но здесь на этой точке обычно бывает периодически сворачивают. Но очень жаль, конечно. Мне было радостно покупать здесь фрукты. Качественные, хорошие. Ну, пойду в магазин теперь, в пятерочку. Привет, привет. Всем привет. Я кошку взяла так аккуратно просто. Не могу помахать даже рукой. Это не маши, не маши. Милочка, бабушка пришла. Дай лапу бабушке. Вы же там жили вместе, да? Я ей говорю привет. А она на меня ноль внимания. Ну, зато, Лень, как ей хорошо. Она увлечена. Смотрит на маму, на Дэнни. Она такая смешная. Смотри. Слушай, а где этот бантик? Сидит. Бантик, бантик вообще. Надо искать. Пойду поищу я его. Обжора бантик. Вот, мы тут с Дэней. Тычка, а что ты прячешься? Короче, Дэня прячется. Все куда-то попрятались. Вот так вот. Вот так вот с вами дружить. Да? Бабуля уже скоро домой пойдет. А я вас все никак не сняла. Привет. Привет. Будь здоров. Спасибо. Вот. Ну, в общем-то, я что тут пришла? Пообщались мы с девчатами. Киранами. Кристина, доча тут. Поснимались мы, покушали. Нет. Я еще не могу брать. Давай. Милочка, ты красавица. Милка. Сидит такая, смотрит на меня. Красивая такая кошечка. А кусаться кто? Кто тут кусаться? Ах ты ж, ах ты ж бессовестная. Все. Я с тобой не дружу. Все, пошла домой, девчата. Давай. Жду пока такси. Такси сейчас через 2-3 минуты приедет. Не могу никак понять. Вот так шапку, да, надо натянуть? Вроде так. Мне кажется, шапка не такая какая-то. Другая какая-то должна быть. Какая-то вот такая. Вот такая должна быть, да? Так. На улице пасмурно. Ну, хотя бы осадков нет. Ладно, девочки, двигаюсь я домой. Отдыхать. Погостила, пообщались, поели, поболтали, поснимались. Так, а я еду домой. Сегодня займусь еще какими-то делами. Ну, посмотрим. В общем, домой надо сначала доехать, да? Фух, девочки, я дома наконец-то. В гостях хорошо, а дома лучше. И очень хочется мне поскорее смыть косметику. Все-таки вот несколько часов в косметике, это просто трэш для меня. У меня глаза уже прямо хочется быстрее все это смыть, аж болят. Вот. И вот то, что я сегодня укладку себе делала. Утром так было все хорошо. А под шапкой, видите, вот что? Что-то не то. Ну и ладно. В общем, короче говоря, умоюсь сейчас. И мне нужно отдохнуть, прийти в себя. Потому что я сейчас уже ничего не соображаю. В общем, даже немножко побыла в гостях. Пообщались чуть-чуть. И как-то вот все это мне... Как бы устаю быстро. Вот поэтому в гости не люблю ходить. Но я к вам вернусь попозже, девочки. Сейчас немного отдохну. И не знаю, что я сегодня буду делать. Сейчас пока не думаю даже об этом. Буду отдыхать пока. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Продолжаем влог. На улице у нас что-то пасмурно. И прохладненько. Лишь 6 градусов. О, птичка на веточке красивая. В общем, холодно, прохладно. Ну что, продолжаем наш влог. Девочки, я решила сегодня наконец-таки нарезать винегрет. Потому что мне уже захотелось серьезно винегрет. Вот. И что, поболтаем, пока я буду резать. Я решила, знаете, совместить приятное с полезным. И как вы уже знаете, я люблю готовить и болтать одновременно. Вот так вот у меня. Короче говоря, свеклу я уже нарезала. Сейчас я буду резать картошку, лучок. Ну и дальше у меня там что? Солененькие огурчики, капуста квашеная. И вот у меня горошек и красный фасоль. Ну и потом растительное масло полью. Люблю такое с запахом, с хорошим запахом. Вот. О чем хотела я поговорить? Кое-какие вопросики там у меня возникают в комментариях. Девочки, иногда я там отвечаю, иногда не отвечаю на вопросы. Или отвечаю просто коротко. Ну, думаю, ладно. Во влоге я отвечу уже подробнее. Значит, один вопрос у меня там написала подписчица. Как долго хранится зельц в холодильнике? Девочки, мне вообще, честно говоря, долго его хранить никогда не приходилось. Потому что, ну, во-первых, я сама его с удовольствием ем. И потом я люблю угощать. Я угостила соседку, сына угостила. В общем, половину раздала. Вот. А то, что у меня осталось, я ем в течение дня там, знаете, раз, когда я захотела, допустим, бутербродик. Раз там съела. Или можно даже просто вот как сделать бутербродик. Вот зельц вот этот с горчичкой. И какой-нибудь там гарнирчик, я не знаю, салатик. Ну, очень классно, удобно. Вот. Но вообще, на самом деле, я думаю, что в морозилке можно его хранить подольше. Ну, я не знаю, сколько. Но кто-то написал, что месяц родители хранят в морозилке. Я думаю, ничего страшного, морозилки с ним не сделаются, да, если его там месяц похранить. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Потом еще один такой вопросик мне написали. Есть ли у вас сбережения? Я так напряглась, думаю, интересно, кто это моими сбережениями там интересуется, а? И где их лучше хранить, чтобы они не пропали? Ну, я коротко ответила, что я как бы не могу посоветовать в этом вопросе ничего. Ну, про сбережения свои, на самом деле, девочки, никто не говорит. Но это ж, это надо молчать. Нельзя рассказывать о своих сбережениях. Ну, на самом деле, больших сбережений у меня нет, откуда им взяться. Конечно, у кого большие суммы денег, то, ну, лучше, конечно, их как-то во что-то вкладывать. Может быть, чтобы действительно они не обесценились. Потому что у нас то кризис бывает нагрянет, то там деньги обесцениваются, то ли еще что-то. Но просто у меня опыта в этом деле никакого нету. И я посоветовать ничего не могу конкретного. Если кто-то может что-то посоветовать, ну, пишите в комментариях. Ответьте на вопрос, где лучше и вкладывать, куда. У кого какие-то, может быть, какой-то опыт, может быть, в этом деле был. Чтобы человек мог действительно свои сбережения, чтобы они не пропали, не сгорели. Вот. Еще один такой вопрос у меня тоже был от одной подписчицы. В чем преимущество мультиварки, в отличие от плиты? Ну, какая разница, плита или мультиварка? Потому что, девочки, я уже не раз говорила, что мультиварка, конечно, это очень хороший прибор, который здорово выручает. Мы вот даже недавно с соседкой сели, я говорю, представляешь, у каких-то лет 20 назад, даже не так давно, мы не знали, что такое мультиварка. Вот она раз там закинула и готовится, а ты занимаешься другими делами. Стиральная машина там, ну, если была она там когда-то, вот еще дети у меня маленькие были, была активаторного типа такая, что там приходилось и полоскать все вручную, выжимать все вручную. То наливать, то выливать, в общем, целый день стиркой заниматься. В общем, у нас выручает бытовая техника, очень здорово. Сейчас вот много очень мелкой бытовой техники, так же микроволновок не было. Грели все на плите. Вот, а сейчас, конечно, бытовая техника очень сильно выручает. Ну, а в чем преимущество мультиварки? Я вообще-то в комментарии там ответ дала, но хочу, чтобы вы тоже подключились вот к этому ответу. Вот я, например, считаю, что в мультиварке некоторые блюда вообще готовятся гораздо лучше, чем на плите. Ну, например, плов на плите, как бы там, ну, у меня, например, в мультиварке он получается лучше, вкуснее. Определенный там режим температуры, как раз вот под плов, там каждый режим, у меня много режимов, и каждый настроен на свою температуру. Так же режим йогурт, например. Это ж здорово. Тушение, томление, молочные каши, детское питание, режим холодец тоже. Вот вы включили, поставили, хоть на ночь, хоть можно куда-то уйти, как я вот уходила на почту. И я не боюсь, что у меня там что-то пригорит, что-то сбежит. Вот, то есть там все готовится в определенной температуре, и время, когда выйдет, мультиварка сама выключится, и все. Вы можете на ночь что-то поставить и не переживать, ложиться, спать, уснуть. Можно днем не бояться, что что-то у вас там выкипит, выгорит, убежит, ничего не убегает. Так же режим и выпечка есть. Режим теста, вот, например, у меня есть тоже, да. То есть я тесто замесила, например, поставила туда, и оно там поднимется, ну, в заданное время там все будет как надо. В общем, короче, много хороших, полезных режимов. Некоторыми режимами, допустим, режимами не часто пользуюсь. Но и тем не менее, они иногда бывают нужны. Выпечка, хлеб я, например, выпекала тоже. И как я его еще могу выпечь? Там не надо смотреть. Там только нужно в определенное время взять этот хлеб, перевернуть. Но я уже хлеб выпекала в своей мультикухне. И кто-то из вас уже и смотрел даже этот ролик. У меня там в плейлистах есть плейлист «Готовим вместе». И вот там все мои отдельные такие приготовления я туда занесла. Ну, тоже можете посмотреть хлеб, как я выпекала. Ну, а насчет того, что там вы же все равно, пишет, вы все равно туда что-то открываете, добавляете. Вообще можно, если вы не хотите этого делать, например, можете делать как по рецепту в мультиварке. Там вообще написано, там, допустим, что-то там чуть-чуть обжарить вначале. Потом все закинуть, залить водой, поставить определенный режим, пусть готовится. Если кому-то так удобнее, ну, так и готовят. Я, например, какие-то блюда, вот борщ, например, да, я люблю каждый продукт в определенное время закладывать. Ну, на мой взгляд, каждый продукт должен готовиться какое-то определенное время. А так, чтобы сразу все туда закинуть. Хотя вот у меня был какой-то там, по-моему, я рассольник или солянку, что я там делала, не помню. Там тоже вот зажарку сделала, остальное потом закинула, залила водой. И вот оно на режиме там сух готовится определенное время. А потом все готово, очень вкусно и очень здорово. Вот, так что, девочки, напишите вот в комментариях, кто понимает, чем отличается мультиварка. Вернее, вот какие преимущества в мультиварке от плиты. Кому мультиварка помогает в кухне, в приготовлениях пищи? А кому она вот вообще, может быть, совсем не нужна? И без нее вы лучше себя чувствуете, чем... Мне мультиварка прям вот так вот нужна. Есть много чего, что я готовлю именно только в ней. Единственное, у мультиварки есть один недостаток, и я уже об этом тоже писала. У меня какое-то время, у меня старая плита, которая была, она у меня сломалась. И какое-то время я была совсем без плиты, вообще без печки. Я купила тогда вот мультиварку первый раз. Я еще тогда работала в МВидео, по-моему. Я взяла тогда мультиварку. И я начала в ней готовить все. Наверное, около года я готовила только в мультиварке все. Единственное, я соскучилась по блинам. Блины в мультиварке, увы, не получатся. Ну, может быть, они получатся какие-то не такие. Пожарить картошку, то есть там в мультиварке можно режим жарка включить, но там ничего не поджаривается. Вот картошка, котлеты. Котлеты не подрумяниваются, они бледненькие такие. А мне хочется их, допустим, поджарить, чтобы они были румяненькие. Также и жареная картошка тоже хочу, чтобы была румяненькая. Вот, поэтому там, где что-то нужно, чтобы было такое поджаренное, ну, мультиварка, она, конечно, не поджаривает так. Там нету таких высоких температур жарки. Вот, это единственный, который вот недостаток. А остальное все одни достоинства. Поэтому плита мне нужна, потому что я все-таки выпечка, опять-таки, получается там, если запеканку, вот как я делала, она внизу, она подрумянится, а сверху она белая. Мне тоже это не очень нравится. И вот то, что мне хочется какую-то выпечку делать в духовке, или что-то там поджарить, допустим, котлетки, картошку жареную, что-то сделать. Для этого плита нужна. Вот в этом случае я пользуюсь плитой. А вообще суп какой-то или что-то, какое-то блюдо в мультиварке, очень-очень много, много можно сделать блюд, которые лучше получаются в мультиварке, чем на печке. Поэтому напишите в комментариях, кому действительно вот это вот помогает мультиварка. И что вы думаете по этому поводу. Так, картошечку я порезала. Сейчас пойду руки помою и порежу сейчас соленья. Хочу, девочки, показать вам вот эти вот огурчики. Я их прямо распробовала. Дядя Ваня огурчики по-берлински. Вот такая вот баночка. Я оттуда огурчики уже остальные достала. В общем-то, у меня полбанки ушло на оливье. И вот это сейчас полбанки как раз мне пойдет на винегрет. Но я их как-то брала, но и что-то их не распоняла. Но они такие классные. Обычно я люблю такие 600-ок хрустященькие брать. Или по-домашнему тоже хорошие. А вот эти вот они хрустящие, они даже чуть-чуть такие вот немножко сладенькие, не кислые, нормальные. Прям вот такие вкусные, что даже у меня Настя их оценила. Они тогда, вот когда мы их резали вместе с Настей, она их тогда попробовала. Огурцы, говорит, такие вкусные, бабушка. Так что я думаю, что можно их тоже брать. Я не беру, честно говоря, на винегрет вообще огурцы вот такие просто бочковые, там какие-то соленые. Ну, они мне кажутся невкусными, невкусные. Я вот люблю такие баночки взять, какие-нибудь, которые вкусненькие. Люблю, чтобы все было там вкусненькое в салате у меня. Вот. И капусту вот эту квашеную. Обычно я беру капусту с клюквой, мне нравится. Вот почему-то с клюквой. Вроде без клюквы такие же, но такая же капуста, но не совсем такая. А вот с клюквой вкуснее. Ну, на этот раз, я когда ходила в магазин, с клюквой не было. Но тоже вот такая вот капуста квашеная с морковью. Вот такая вот баночка. Тоже хорошенькая, очень капуста. Мне она понравилась. Я ее даже прям вообще могу без ничего есть. Просто брать вот. Достала с баночки и поела. Вот. Так что... И что еще? Бандюэль. Вот из всех... Знаете, когда особенно я спешу, и мне нету времени крутить каждую банку, там читать, что чего написано. Если я не знаю, допустим, там какой там горошек. Бывает их там куча разных производителей. И бывает какой-то возьмешь, он какой-то не такой и невкусный. Бывает твердый или еще какой-нибудь. Ну, бандюэль подороже стоит, но в любом случае это всегда вкусно и всегда очень хорошее. Поэтому я взяла красную фасоль и горошек зеленый я взяла бандюэль. Вот. Чтобы все у меня было в этом салатике вкусным. Поэтому вот я вам сейчас перечислила, да, все, что я сюда положила. И это уже говорит о том, что если каждый ингредиент вкусненький, то и салатик будет вкусненьким. Я вам сейчас все это рассказываю. У меня уже самые слюнки текут. Я хочу побыстрее закончить салат и поскорее уже его покушать. Я думаю, что у вас, наверное, то же самое происходит. Да, соблазняю я вас. Ну, правильно, девчата. Иногда, знаете, мы друг другу можем просто подсказать, что такое приготовить. Каждая хозяйка вот просыпается утром и думает, что такое сегодня приготовить. Чем семью накормить? Ну, или семью, или себя любимую вообще-то. Чем побаловать? Ну, вот я себя балую. Балую вкусненькими блюдами. Так, ну что, девочки мои, я заканчиваю вообще, наверное, уже и салат, и заканчиваю уже видео. Наболтала я там уже, наверное, по времени много. Поэтому я с вами прощаюсь на этом. До следующего видео. Ну, кому это видео понравилось, девочки, 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 видео получилось у меня сумбурным. У меня, я его начала снимать, у меня сначала были одни планы, потом они изменились, не от меня зависящие обстоятельства. Потом я вроде другое собралась снимать, опять не от меня зависящие обстоятельства. В общем, в итоге, вот такое видео, которое, я не знаю, его можно назвать, все не по плану. Все, планы все мои рухнули, все не по плану. Ну, стихийное видео получилось. Ну, какое получилось, такое получилось. В любом случае, я с вами пообщалась, вы со мной пообщались, послушали меня. И вот у нас с вами контакт произошел. Вот, ну, а на этом я видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан еще. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok